Трасса «Казачий дозор» – популярное место у любителей технических видов спорта. Последний раз гонки здесь проводились на Рождество. Нынешние состязания особенные, так как посвящены памяти легендарного спортсмена и тренера Владимира Золотарева. Четвертый раз мы сегодня проводим гонку первенства на Кубок памяти заслуженного тренера, человека, сделавшего действительно историю в мотоспорте, выпустившего в свет очень большую плеяду гонщиков, воспитавший огромное количество спортсменов, Владимир Николаевич Золотарев. Мы все его помним, чтим. Я хочу всем пожелать, чтобы сегодня никто не замерз, благо погода позволяет двигаться побыстрее, поэтому начнем. Кубок памяти Владимира Золотарева сразу стал всероссийским. В этот раз, к сожалению, многие спортсмены не приехали. Кто-то опасается коронавируса, кто-то слишком холодной погоды. Тем не менее, на трассе было порядка 80 участников. Ребята с Ярославля сегодня приехали, с Боровичей приехали. Ну вот я еще раз, с Владимира сегодня приехали, как бы к Ковровчане не приехали, и еще команда там Владимирская не смогла. Ну и, соответственно, вся Московская область, Москва, Московская область здесь. Андрей Гришин приехал из Серпухова вместе с командой «Авантис». Он стал победителем одной из гонок. По мнению спортсмена, главное – настрой на победу, тогда любые преграды и сложности нипочем. Трасса отлично, погода немножко холодно. В целом все путем. Организация молодцы. Все понравилось, все хорошо. Но в этом заезде трудно было или все-таки? Ну, я ехал своим темпом. Мне никто не мешал, я никому не мешался. Все путем. Спортсмены соревновались в восьми классах. В личном зачете и в трех – в командном. Отличительной чертой этих соревнований является то, что в них участвует большое количество молодежи и детей. У моего друга, он тоже занимается в три года примерно. И он мне предложил тоже заниматься. Но спорт-то опасный. Как себя уверенно чувствуешь? Всего полтора года вроде занимаешься? Да, достаточно уверенно. Также стоит отметить, что в гонках принимают участие несколько представителей из прекрасного пола. Причем едут они не в каких-то особых заездах, на равных с парнями. Я занимаюсь этим спортом три года. Ну, мне понравилось, как папа ездит, и поэтому я тоже захотел. Этим видом спорта могут как и девушки заниматься, так и мальчики. Ну, как бы мне нравится. Ну, а не страшно на трассе? Нет, не страшно. Рев моторов, хорошая компания, азарт и страсти. Что еще нужно, чтобы с пользой и интересно провести выходные? Максим Козлов, Александр Влогинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Видное ТВ.